приветствую друзья мои меня зовут александр и сегодня я хотел показать небольшое видео я надеюсь оно получится действительно небольшим где мы будем моделировать оружие меч вот ну что поехали ребят как всегда недолго дома и запускаем воксельный скульптинг нам понадобится для начала куб хотел сказать квадрат но это же не квадрат это у нас куб так давайте-ка подгоним грубую форму похоже на меч так я хотел специально сделать такой обычный стандартный грубый меч так так давайте примерно так не будем заморачиваться окей так не забудем включить шейдер для удобного моделирования так для начала давайте-ка так нам нужно включить орфографию какой помните на кнопочку 5 так воспользуемся инструментиком отрезать не забудем включить симметрию она нам сейчас понадобится так не то вот это и вот это например на так пока что так такая вот ромбическая форма сверху теперь давайте сделаем заострение на конце ничего все таки можно было не только рубить но и колоть понятное дело так вот так но пока так нормально хорошо окей теперь давайте наделаем рукояточку рукояточку чтобы сделать рукояточку нам понадобится инструмент манипуляция так выделяем здесь давайте таким образом так стоп что такое почему не а надо включить как видите здесь проблемы с визуальным визуальной идентификации я бы так сказал объекта или выделение ладно в общем давайте так стоп я разогнался а нужно сначала сделать поменьше так еще еще вернем и теперь уже сдвинем так рукоятка должна быть достаточно длинная сейчас посмотрим где-то наверное чуть подлиннее так окей нормально дальше давайте делаем здесь можно сделать вот такое вот утолщение эфес сделаем так наверно толстовато да это не особо важно он все-таки тоже нес на себе нагрузку вы понимаете а а именно упреждал попадание по руке вражеского так сказать клинка ладно не не будем задумываться а сейчас об этом нам нужно так давайте как тут потолще вот эту часть а также нормально так вот для разных ай холодно сегодня зараза ну ладно так теперь давайте воспользуемся сдвинуть сделаем ну что-нибудь такое немножко декоративное не буду я здесь делать особо завитушек каких-то но эфесом можно было между прочим не только защищаться но и нанести неплохую травму уж наверняка я к сожалению здесь не разбираюсь но думаю это так так ладно дальше дальше давайте друзья мои увеличим разрешение больше я не буду здесь ничего добавлять так теперь ну да ok давайте вот что сделаем рукоятку немножко так и добавим кожи кожи на нее так здесь должны быть режим вершина что-то так примерно так ну давайте вот так закрываем и окей сойдет далее ну здесь конечно можно было еще рукоятки кстати можно могли делаться как я видел с этим самым сейчас где у нас либо вот с таким шипом здесь слишком большой конечно и либо вот здесь но честно говоря по моему по моему разумению это достаточно для сама опасно для самого владельца ну ладно не будем им это далее давайте переходим а ну сейчас немножко грубо здесь подкорректируем так нам понадобится инструменте к нему нас напильник оскобить нужны напиликом должен грубо подгоним так форму сильнее меч у нас будет такой грубой работы для обычного какого-нибудь рядового солдатика они цереминальный меч как обычно указывается соответствующих источниках ладно примерно так дальше давайте можно было даже здесь все доделать но давайте все-таки перейдем режим с поверхности и нажимаем на в чтобы было с и воспользуемся опять же таки где у нас тут где у нас тут строкать и тогда строкать так а теперь давайте отключим симметрия нафиг она нам теперь не сдалась ну и так вот таким вот макаром сделаем добавим грубизны можно использовать еще сплющить так он более такой резкий инструмент но прям вот так вот такие грубые края делаем так так но это не такая долгая работа вот хорошо ну можно еще здесь вот чтобы не было на тупым лезвие у нас обычно по моему тупые делали лезвие ну допустим наверно было по тяжелых мячей двуручные мячи и тому подобное потому что они на них не так важно было порезать именно а просто сильно врезать так сейчас доделаем давайте в этот раз мы с вами это видео я сделал покороче мы с вами сейчас закончим лепить воксели и в следующий раз сделаем ретопологию а потом и закрасим след вот какие дела все я думаю в принципе нормально здесь я не буду никаких там изысканных заветушек делать это в принципе все понятно что можно но это займет время вот поэтому не буду ну что ребят я надеюсь это видео казалось вам полезным если так ставьте лайк подписывайтесь на канал смотрите следующее видео с вами был Александр всем пока